К депутату Государственной Думы жители Сочи идут с разными вопросами. Это и проблемы ЖКХ, и земельные споры. С вопросами, связанными с получением или восстановлением гражданства России, к депутату приходят практически во время каждого приема. Так, супруг сочинки Амалии Агонян живет в нашей стране уже более 10 лет, состоит в браке с россиянкой, но получить гражданство не может. Житель Дагомыса Владимир Болотников попросил Затулина помочь включить проект водоснабжения и канализования пяти улиц в краевую программу. Предварительное согласие администрации региона получено, но необходимо окончательное решение. С помощью Константина Федоровича помогал, в предыдущей встрече было. Выделили денежные средства на проектирование. Проектирование выполнено. Выполнена сегодня экспертиза, проект прошел. Значит, это все есть. Сегодня частично город выделяет финансирование, но их недостаточно. Недостаточно, нужна помощь края. Крайя, без него никак. Стоимость проекта водоснабжения и канализования, значит, это 65 миллионов рублей. По всем обозначенным вопросам Константин Затулин пообещал содействие и дал необходимое поручение своим помощникам. Депутат также отметил, что продолжит работу по продвижению жизненно важных для Сочи проектов. А по некоторым из них в 2019 году будет достигнут конкретный результат. Так уже весной этого года решится вопрос с федеральным финансированием строительства школы на Мамайке.